Стелим еще полиэтиленовую пленку для подстраховочки. Устилаем подложку, короче. У нас, друзья, короче, в бригаде ученик новый. Все. Мы, короче, нам-то похиграем бы, а мы зарплату уже все насчитали. Замок 5G. Сейчас все помешались на этим G. Везде 3G, точка G. Ну бабский же цвет-то. Почему бабский? А почему бабский? Ну это вообще не инструмент строительный. Вообще кем-нибудь. Это что? Первый момент. Начинаем с того, что. Купили ламинат, привезли. За сутки его лучше положить в том помещении, в котором будет укладка. В каждом помещении. Это причем не ламинат брека. Это брека, наша плита. Плита, угол, короче, оторвало ее от плиты. Вот. В общем, с вас, ребята, лайкусики, обязательно помогайте нам продвигать наш канал. Помогайте нам, поднимайте нам настроение. Чем больше лайков и комментариев под видео, тем у нас больше стимула, желания снимать вам новые ролики. Не знаю, ничего в комментариях написать. Просто напишите. Захарято полезное там. Или привет такого-то города. Друзья, всем привет. Прямое включение от Фитрунка. В общем, у нас, смотрите, стены мы зашкурили. Это детская спальня, детская. Там коридор, короче, там зашкурили, тут загрунтовали уже. Все пропылесосили, естественно, перед началом. Сейчас все стены грунтуем, и потом будет делать ламинацию у нас. Все, смотрите, не переключайтесь. Пока лайкусиков наставьте, лайки, лайки. С вас обязательно лайки. Лайки, лайки, лайки. Ну, кто особо там ответственный, те дизлайки ставят. Все, ну, самое главное фигачим. Все, и пишем комментарии, пишем, что-то там. Эта комната заливалась у нас последней, хотя и прошло уже 7 дней. Прошло здесь, высохло. Но для подстраховки что мы делаем? Стелим еще полиэтиленовую пленку для подстраховки. Чтобы, не дай бог, какая-то влага, если будет нам остаточно подниматься, и ламинат нам не зафоршматит. Подложка на и так, типа влагу держит. На самом деле подложка паропроницаемый материал. Хоть не силен, но все равно пары проницаем. Пленка как бы отсекает полностью влагу. Устилаем подложку. Короче, подложка у нас сколько, 2 мм это? 3 мм. Подложка матами, вот такая. Почему такая? Потому что она более плотная, чем спененая. Чем самая дешевая, это спененная фигня-то. Не помню, как подложка. Вот такая вот подложка. Это самый бюджетный вариант, ее стерят. Ну и самая дешманская. Ну и все профессиональные мастера, короче, ее не уважают. Не знаю. Нам приходилось и на такую. Часто очень на такую стереть. Ну вот на такую. Еще была гармошка такая есть, разворачиваться. Она наподобие таких. Желательно все ее проклеить, для того, чтобы при монтаже она не смещалась, а чтобы у нас не нас качали лучше. Вот. Делаем стык. Все хорошо. Все, вот так вот проклеиваем скотч. У нас получается малярный. Принцип тут, чтобы при монтаже не съехали у нас маты. Можно на любой скотч это проклеивать. Самый дешевый взяли, смотали и все. Криво, косо. Это пофигамба. Она на ничего не влияет, на скорость не влияет, на зарплату тоже. У нас, друзья, короче, в бригаде ученик новый. Все. Мы, короче, нам-то пофигамба, а мы зарплату уже все насчитали. А работа... Само нанеси эту брюшку. Сейчас мы с табриточкой пересем. Короче, демпфер обрезать надо. Сейчас все обрежем. Сейчас мусор будет на мусоре, блин. Друзья, короче, смотрите, стелим ламинат. Но мы не стелим, мы тут уже целый час сходим из угла в угол. Мы не знаем, как его постелить. У физрука, у нашего, этот... Заплеты такие, запросы, как у Наполеона. Ему нужно сделать все целиком, без всяких подрезок. Все, все комнаты, короче, все полностью. Ну, вы знаете, да, без порожков. А проблема в том, что все комнаты... Это же советских построек еще, квартиры. Все комнаты ромбом. Причем в одной комнате ромб в одну сторону, другая комната вообще треугольная. И как это все подрезать, чтобы все красиво было? Короче, всю башку сломали. Еще и ламинат, так как бы, не самый дешевый. Вот. Надо, чтобы его, ну, хоть совсем немного испортить. Замеряем здесь. У нас здесь ромб выходит. И сюда, соответственно, по-другому, так. А в коридор выходим, там уже по-другому. И относительно чего, куда закруглять. Сейчас обычно как делаем. Допустим, ну, вот комнату стелим с ламинатом. Приходим с заказчиками. Естественно, советские дома, они все кривые, треугольные, там, всякие. Мы с ними начинаем обсуждать, как у вас мебель будет. И, допустим, говорят, вдоль этой стенки будет тут у нас шкафы, стенки, там диваны стоять, невидимая зона. Соответственно, от этой стены стартуем, туда доходим, там какой-нибудь клиншик остается, сделается. Все, короче, закрывается, все красиво. Тут, получается, наш заказчик еще не знает, какая будет расстановка мебели, пока ничего не будет. И какая видимо, какая невидимо. Вот по центру сделали, и везде в стороны ромбики, получается. И вот какая малая кровь, чтобы нам вышло. Нам плюс в том, что ламинат этот довольно-таки дорогой, замок 5G, сейчас все помешались на этих G, везде 3G, точка G, 4G, 5G, и сотовая связь, и ламинат уже G пошли, короче. И планка G этим мы стелили, делали, то есть, саняки. Вот, собирается легко и собирается в обе стороны хорошо, прекрасно. Поэтому у нас есть возможность, вот он по центру, если будет лежать, спокойно, короче, что в эту сторону, что в ту. Какие-то ламинаты есть, они в одну сторону собираются, а в другой уже, как бы, довольно проблематично. Вот, Саша, берет буквально, хоп, и все, он там весело. Реально час уже ходим, вот, чертежи, чертежи. Айфон принес красный. Видите, у него еще физруката, еще и айфон. Мало того, что, ремонт, красный, бабский, айфон красный, бабский айфон. У нас красный этот уровень, а у него айфон красный. То, что по сантику на дефект делаю. Может, не париться, но он может сделать, поэтому, как вы говорили, нам ебись. Нет, ну, что же остается сюда прикидывать? Это как раз про нас. Может, не париться. Это мы так любим работать. Просто видишь, как... Короче, предлагает нам какую-то ерунду, потом скажет, а, Захарова херню сделали. На весь город потом будет. Мы-то нифига не подписываемся за все. Реально, башка кипит. На упаковке он нарисован. На даче. Нет, 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 вот так-то есть. Ламинат-то уже, короче, 500 рублей за квадрат вышел в стиле. С каждым 15 минут, 20 с этими задачами у нас ценник растет и растет. Ламинат Октоберфест. Ну, похрен. Представляете, вот такие. Лонбрау. Мэйден Джермания. Хочу физруком, короче, пойти работать. Там похуй, ну, зарплаты там, я не знаю, блин. Ну, бабский же цвет-то. Почему бабский? А почему бабская? Ну, это вообще инструмент строительный. Это, чтобы его настройки не потерять, там, серый массив. У него же телефон черный, он не розовый. Да вот и ходи так, черный. Ну, вот это, что он выделяется. Ну, стринги, красный день, так да. Так, нет, нет. Сама, собирайся, пойми домой. Подожди, вот на расстоянии будем смотреть. В связи с вирусом, да? Да, он мне. Да, давай, ребята, убьем. Короче, мне тут не место, ребята, я домой. Слежи, пока. Вот так вот, что и работаем, бывает. Да, мы тоже приезжаем, да. Тупим, тупим, тупим. Так, друзья, в общем, в следующий день пришли мы этот ламинат. Уже назову таким словом злосчастным. В предыдущий день мы тут два часа, короче, прогадали, блин, как и кино. Как сделать? Изначально был вопрос такой, что вот эти два сантиметра, они тут никак не встают. И с заказчиком тут прогадали. Кучу бумаги списали, куча всяких чертежей сделали. И он сейчас выходные были, выходные программы онлайн нашел, все пересчитал. И по факту получается, что один хрен мы никого не обманем, один хрен эти два сантиметра, они поперек горла. Поэтому, все, что там мы считали, гадали, все время зря коту под хвост можно было уже колоду тут сделать. Уже тут все бы сделали. Первый момент. Начинаем с того, что купили ламинат, привезли, за сутки его лучше положить в том помещении, в котором будет укладка. В каждом помещении влажность разная, свои, короче, климатические условия. Он должен вылежаться, желательно упаковки все вскрыть. И он должен вылежаться, то есть набрать ту влажность и ту температуру помещения. Момент следующий. В пачках бывает совпадает, в ламинат на заводе, когда делают, допустим, вот 7 типов рисунка. То есть, вот с таким вот сучком, скажем, есть там, с торцевым таким вот. Их бывает 6, 7, 5, там, короче, по несколько видов. Один и тот же идет и чередуется. Но так попадая, допустим, в одну пачку попадают два вида каких-нибудь. Такой и такой. Если вы будете брать, допустим, с одной пачки, одну пачку расстелили, потом следующую, потом следующую. У вас может так получиться, что, ну, допустим, с подряд вот, станут вот так вот, 2-3 доски вот с таким сучком. Рядом где-то, тык-тык-тык. И они будут в глаза бросаться. То есть, ну, одинаковые. Одинаковые плашки будут в одном месте. Или какой-то другой может рисунок. Пока он в хаосе валяется, непонятно. Но если вы будете с одной пачки селить, у него где-то рядом будут попадаться и будет не очень красиво. Соответственно, вот он. Сучок, сучок. И вот, допустим. Такой же сучок. И вот они раз, раз, два, три, может, здесь со смещением где-то будет попасть. Или вообще сместиться. Они вообще друг напротив друга попадут. Представляете, будет как некрасиво сучки такие идти. Вот эти вот. Вот так вот. Бам-бам-бам. И оно, когда соберется, оно будет этот, очень сильно в глаза бросаться. Для того, чтобы такого не было, что делаем? Берем, открываем три пачки. И их перемешиваем. Стартуем. Клинышки, да, подпираем. Можно, конечно, это на глаз делать. Мы иногда на глаз делали. Нас ругали, конечно. У нас все нормально, мы все контролем, собираем, чтобы ничего не сдвигалось. Ну, лучше делать, получатся клинышки. Потому что, если не сделать, допустим, в середине, да вонете, он может его загнуть. Сразу не заметите, он все соберет, и будут проблемы. Дальше момент, смотрим, сразу не ругаемся. У нас подрезка идет два сантиметра. Мы как ни гадали, не смещали. Это минимально у нас будет обрезить. Так, такого вообще недопустимо, по идее, вот с такой подрезкой. Подрезка у ламината, нужно всегда рассчитывать, чтобы крайняя подрезка не менее 40 сантиметров в голову. Ну, мы до 25 там делали все, чтобы она более-менее надежно работала. Такие подрезки неплохо очень держатся, но у нас там прикроются плинтусом, закрепятся. Короче, это не есть хорошо. Но при других раскладках у нас получатся больше резов. Больше резов мы смещали так и так, почему и думали так, как. Типы раскладки, их несколько видов, с одной третьей, одна вторая, с цельными пополам. Короче, смотрите в интернете, как нравится, так и делайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Некоторые делают подрезку поперек, отрезают и вот эту плашку вставляют. Но опять плашка маленькая, она как бы плохо держится там, это. И вот эти разрезы, их видно. В нашей ситуации мы делаем, у нас цельная доска остается получаться, она довольно-таки жестко лежит. Вот эта врезка маленькая, ее там уже за трубой не так видно, плюс там перекроется плинтусом. У нас остается, видимо, часть небольшая. Тут еще плюс закроется накладкой такой, и у нас остается там несколько миллиметров, буквально видно будет. Это можно будет герметиком подмазать. Если же сравнивать, что шов вот так вот делается поперек. Все, вот так вот, короче. Вот так вот, сикилочки, сикилочки. Там застелили, но из той комнаты уже все затаскали, заказчики. Мы не успели ничего снять. Вот превосходно вот так вот у нас. Все вышло. То есть, показать опять мы силиком ничего не можем, потому что жилое помещение, в жилых помещениях так как бы не показать. Момент какой? Стелим ламинат, получается, сплошным полотном в всей квартире. Тут нюансов несколько. Потому что полотно ламината стелется по строительным нормативам не более 10 метров, по-моему. Должно прерываться делать шут терморазрыв. Или же смотреть по инструкции. В нашей ситуации с этим ламинатом 12 на 8 можно делать полотно. У нас чуть-чуть получаться оно превышает. Ну, с заказчиком все это обсудили. Все равно стараемся делать полотном сплошным. В общем, вам тоже рекомендуем, если есть возможность, когда квартиру делать, ну, это удобно. В крайнем случае, потом можно будет сделать разрыв. То есть, где-то стык, где под дверями. Если там надо будет в комнате переделать пол, что-то или разобрать. Просто здесь вот разрезать. Вплоть до того, что просто болгаркой делается разрез и все. То есть, разрыв никогда не поздно сделать. Ну, постелить, постараться можно. Это причем не ламинат брека, это брека наша плита. Плита угол, короче, оторвало ее от плиты при усадке. Сейчас мы маленько свое мнение выскажем. Тут вот ничего, вот смотрите. Угол, короче, хлопот. Как вы помните, здесь у нас полы такие наростничные были. Плиту, короче, наш вывод. Мы нагрузили, она дала усадку, прогнулась. При усадке мы сделали керамзит. А по керамзиту была у нас стяжка. Вот так в разрезе примерно выглядит. То есть, так как керамзит с цементным бетоном мы мешали и стяжка, он это хорошо все склеился. Тут по-любому разрыва ничего не может быть. А плита вот эта вот, она, получается, пропарена гладко. К ней бетон может плохо приклеиться, как вероятность. Потом, тут мы посчитали на эту комнату, примерно у нас было воды в пределах 200 литров, наверное. Получается, когда влага из нее вся вышла, вся стяжка на 200 кг стала легче, как вероятность, плита маленько обратно выпрямилась. Вот так вот выпрямилась. Ну и, соответственно, центр все приподнялось, и угол у нас вот этот оторвало. Потому что всю плиту подняла. Сейчас мы постараемся это все исправить, починить. Снимай штаны. Вот, ребята, смотрите, починка пола. Навели смесь, жиденькую такую. И через большой шприц туда фигачим. Демпфер убрали. Сейчас получается, у нас должен результат какой получиться. Опять же, первый раз такое дело у нас, первый раз такое. Смесь жидкая, она будет проливаться вниз с керамзитом, сквозь керамзитом, должна проливаться и уйти до пола плиты. И приклеиться к ней, как бы, облить там все снизу в пятак и зафиксировать. Не тот великий мастер, который умеет все делать отлично. Ошибаются все, даже супер мастера и супер электроника. Мастер тот, кто может исправлять ошибки, свои косяки, признавать их. Посмотрим, что у нас потом получится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok